Сразу к делу, сегодня поговорим про беспроводные наушники от компании Kari, сказал бы я, но на самом деле тут от Kari только логотип, у наушников очень много названий, попозже вам про это расскажу, но для начала давайте поймем, что такое вообще наушники из какого-нибудь обувного масс-маркета. Я всегда с большим интересом наблюдаю за тем, что происходит на рынке беспроводных наушников, куда это все движется, как это все дело развивается, особенно меня интересует бюджетный сегмент, потому что именно он является действительно показателем того, на какой стадии технического прогресса находится данная ветка товаров. Поэтому как бы вас не старались маркетологи заверить, что вот именно вот эти наушники там брендированные являются самыми продаваемой моделью, или вот эти наушники, полная чушь, если у кого-то есть родственники или знакомые, или друзья в торговле, просто вот узнаете сколько продается сотен тысяч вот таких вот наушников за там 10-15 долларов, это огромные цифры. И просто потому, что все эти модели, они по большому счету разные, то есть они от разных производителей, какой-то конкретной статистики продаж нет. К чему я подвожу? Я иногда покупаю различные такие наушники в магазинах, на заправках, в фикс-прайсе, прости господи, чтобы просто посмотреть, что в принципе сейчас предлагают людям вот такие различные no-name, скажем так, производители. И в 99% случаев я даже не снимаю обзоры на такие наушники, просто потому, что там банально не о чем рассказать. Там ужасный звук, ужасное качество сборки, ужасная комплектация и ужасная цена. Но везде есть исключения, например, наушники из фикс-прайса, вот тут про них я вам рассказывал, оказались вполне себе ничего за свои деньги. И еще меня очень приятно порадовала вот такая вот модель у них беспроводная была. Она супер дешевая, она стоит как чашка хорошего кофе с каким-нибудь батончиком шоколадным, но при этом она действительно работает и ее можно купить, чтобы там в поездке, например, доехать до какого-то места назначения. Батарейка держит, звук вполне сносный, микрофон прекрасный за такие деньги. Тест качества микрофона наушников за 7 белорусских рублей из фикс-прайса. Что касается вот этих наушников, то они стали для меня самым приятным исключением, поэтому, собственно говоря, это видео и снимается. И давайте для начала посмотрим на их комплектацию. Коробка у наушников не самая прочная, но полиграфия хорошая. Сзади расписаны технические характеристики. Сверху у коробки есть защитная пломба, за это отдельный лайк. Внутри есть короткий провод для зарядки Type-C, сменные белые амбушюры размеров L и M, а на наушниках, к слову, размера S, но они красивого зеленого цвета. И очень жалко, что сменные амбушюры белые, а не такого же цвета, как вот сами наушники. Так выглядят наушники, они очень легкие. Кейс у модели прозрачный, есть логотип магазина. Качество сборки у наушников на очень хорошем уровне, как и, в принципе, качество материалов. Пластик недорогой и все очень аккуратно изготовлено. Нету никаких наплывов и вот этих всех вот нюансов, которые до сих пор еще встречаются в очень недорогих наушниках. Кейс тоже прикольный, очень компактный, маленький и, в принципе, много места он ни в кармане, ни в сумке какой-нибудь не займет. Что касается дизайна, дело субъективное. У меня наушники в ярко-зеленом свете, попозже объясню почему. Но еще бывают и в черном варианте, и такой какой-то серый. Поэтому здесь, в принципе, на любителя цвет зеленый очень яркий. И, наверное, на мой вкус, не считая черного, один из самых интересных вот именно в этой линейке. И сразу давайте про уникальность. Хоть наушники и называются кари, они к кари вообще никакого отношения не имеют. Потому что есть где-то в Китае завод, который эти наушники выпускает. От кари тут только логотип, и поэтому вы эти наушники никак с магазинами кари не ассоциируете. Просто мы говорим про конкретную модель. Кари Е18, они называются в России в магазинах и в Беларуси. В Узбекистане, например, эти наушники можно купить под названием AceFast TWS T6 NC. А на Алиэкспресс CY T2 TWS. Ну, а также есть просто без названия у других продавцов. Также мне очень понравилась идея иметь вот такой экранчик на самом кейсе, где виден его заряд. Потому что, разумеется, заряд самого кейса у нас в настройках Bluetooth никак не отображается. А приложения у данной модели нет. Не перестаю повторять, что эргономика это самый важный параметр при выборе наушников. И тут она на твердую пятерку, честно говоря, вообще не ожидал. Наушники очень легкие, правильной формы эргономической. В ушах вообще почти никак не ощущаются. А из-за того, что они вакуумные, когда вставляешь наушники в уши, конечно, окружающие звуки процентов на 15-20 становятся гораздо тише. Также у этой модели реализовали полноценное сенсорное управление. Есть как плей-пауза, так и увеличение громкости, перемотка. Что касается звука, у этой модели есть поддержка AAC. Стоит модуль Bluetooth 5.3. В принципе, этого уже должно было хватить, чтобы звук был просто неплохим. Но сюда поставили на удивление очень хорошие динамики. И качество звука в этой модели меня, скажу честно, очень приятно порадовало. Эти наушники очень громкие. Но какой же здесь даже на максимальной громкости чистейший просто звук без хрипов, без искажений, без перегрузки. Особенно, когда играет тяжелая музыка. Я их напрямую с анкерами своими сравнивал. И вот вы знаете, есть прям кое-какие моменты, когда ты понимаешь, что звук на вот этих наушниках, он как-то поярче и интереснее. В отдельных композициях это тоже, знаете, такой очень большой жирный плюс в копилку вот этой неизвестной компании. Также, благодаря современному кодеку, никаких задержек в играх нет. Ну, по крайней мере, очень таких ощутимых. И звук тоже очень громкий, чистый. Поэтому эти наушники отлично подходят и для игр, и для музыки, и для просмотра видео. Емкость аккумулятора в кейсе 400 мА, сколько в наушниках, я без понятия, но по ощущениям, наверное, где-то 35-40 мА. Потому что на одном заряде обещают до 4 часов, и вот вчера я погонял их 3 часа непрерывно. И у меня еще было половина заряда. Заряжаются наушники от кейса минут за 40, это вполне приемлемый показатель. А что касается самого кейса, то от блока зарядки смартфона он у меня зарядился примерно за полтора часа. Качество микрофона, в отличие от звука, без восторгов, без удивлений, оно довольно среднее. На улице поговорить в целом можно, но будет не очень комфортно в любом случае. Но, тем не менее, можете сами оценить. Раз, два, три, четыре, пять. Тест качества микрофонов в наушниках от компании Kari. Вернее, от компании Kari, а с логотипом Kari. Теперь давайте поговорим про интересное, про цену. Эти наушники я купил на площадке объявлений за 3 доллара. И, как оказалось, вообще не прогадал, потому что от 3 долларов начинается их цена на сайте Алиэкспресс. Но это вроде бы по акции. Но даже без акции можно купить их за 10-11 долларов. И я думаю, что это для этой модели максимально адекватный и честный ценник. В магазине Kari эта модель стоит 1799 рублей. Это примерно 20 долларов. И за эти деньги, ну, лично я бы их брать не рекомендовал. Просто потому, что за эти деньги можно купить вот такие анкера. Даже чуть дешевле. Но, если многие их там покупали, я смотрел именно, чтобы какие-то бонусы списать. Вот за бонусы, за 10 долларов, даже с Алика, можно было бы заказать. Но не могу вам их рекомендовать по одной очень важной причине. Зная, насколько щедрая земля китайская, вернее, заводы китайские на всякие подделки, когда в один и тот же корпус ставят абсолютно разные комплектующие, нет гарантии, что вы купите за 4 доллара или за 11 именно вот такие же наушники с таким же качеством звука. Да что уж там, я даже не уверен, что в магазине Kari будут все наушники именно вот с таким качеством звука. Но, я, честно говоря, буду очень рад ошибиться. Поэтому, лично мне наушники понравились, а вот компанией Xiaomi, Honor, Realme и еще кое-каким другим брендам эти наушники, я думаю, не очень. Потому, что они просто макают в грязь лицом их новые там свежие модели, которые в 23-м году выходят без поддержки кодека AAC. Redmi Buds 4 Active без полноценного управления, это вообще бред какой-то просто. Зато приложение бесполезное абсолютно запилили. При этом качество звука здесь в разы лучше. Я, к сожалению, не знаю, сколько они поработают по времени, но мне там некоторые писали, что там некоторые китайские наушники лучше не брать, потому, что есть там Xiaomi проверенные, там Honor, а вот QCI это не очень бренд. Допустим, Halo, суббренд Xiaomi, у меня почти все наушники из моих обзоров, которые были куплены, они через некоторое время оказывались в магазине, потому, что я делал возврат по браку. Это первое. Второе. После обзора Xiaomi Redmi Buds 4 Active, я попользовался еще ими там некоторое время, потом их отдал своему коллеге, и они у него поработали еще, ну, примерно две недели. Потом один наушник просто сдох, пошли в магазин и сдали, вернули деньги. Больше он такие наушники не захотел себе покупать. Это, к слову о том, что брак бывает абсолютно у любого бренда, это факт. Не забывайте подписываться на мой канал с честными обзорами, обязательно поддерживайте лайком это видео и пишите свои вопросы, замечания и мысли в комментариях, почитаю, пообщаемся. С вами был Антон, приятных вам покупок, увидимся!